Девчонки, всем привет! И мальчишки тоже. Мужчины тоже меня смотрят и обижаются, когда я говорю девчонке привет. Поэтому мужчинам тоже привет. Начинаю свой влог опять с автомобиля. Единственное место, где я в покое. Мы с Доминичкой сейчас едем на территорию экспериментариума. Нас пригласили... Немецкая компания... BASF. Да, на открытие детской лаборатории Kids Lab. Там для деток такого возраста, как Ника, может чуть младше, может чуть старше, будут они делать опыты и узнавать, из чего состоят овощи, фрукты, почему они меняют цвет. Интересно не только для детей, честно говоря, и для взрослых тоже. Мне очень интересно, поэтому я буду снимать, наблюдать. Вот. И вам рассказываю, кстати, экспериментариум переехал. Он раньше был на Подоле, а сейчас он на Петровке. На Подоле мы уже были много раз, там было несколько этажей, было очень прикольно. Как сейчас на Петровке ни разу не были, поэтому обязательно сейчас поснимаю, вам покажу. Потому что вот те, кто живет в Киеве, я думаю, это очень интересная информация, для мам особенно. Тем более открытие новой лаборатории такой детской, вот, с экспериментами. И это, знаете как, есть куда пойти на выходные, развлечь детей, где отметить день рождения. Поэтому я, в принципе, очень рада, что нас пригласили с Доминикой. И вот вам сейчас буду все это снимать. Так что, если вам интересно, оставайтесь со мной. Вы приехали на уроки. Итак, история этого уроку, как я уже сказал, началась от доктора Баблера, который пошел со своими вещами на рынок и понял, когда продавец начал крикать свежие витамины. Как вы думаете, почему он крикал свежие витамины? У вас было все одинаковое количество. Так, вы что, все есть? Привет, а? Да. Спасибо тебе большое. Спасибо. Подожди, а можно я тебя поставить? Да. Мне... Мам, ты понимаешь, что мне теперь никакой университет не нужен? У меня уже есть диплом. Я уже могу пойти в кандидаты наук, да, медицинские. Девять? Всего лишь девять? Да, надо засунуть голову и крикнуть. А ты слышала, как я кричула? Да. А ну теперь я... Давай. Давай. У тебя... Сколько? Четыре было или пять. Четыре? Я громко крикнула. Я тоже громко крикнула. Так. У меня шаг рик. Давай. Давай. Это у вас вообще три. Две, две. Вообще. Две, две. Две, четыре. Ого! 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 Пятнадцать! 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 Пое сердце в мейпредит. В точке вот он находится экспериментариум. Сейчас я выезжаю, вам покажу То есть, по сути, почти напротив городка Почти Пойдем, пойдем, пойдем Выходит В пользу и городок Вот заправка То есть, вроде бы понятно, да, объяснила Ну, в общем, разберетесь Сейчас мы едем домой Я купила кое-что Там вот в пакете Вот там вот Там в пакете лежат подарки Я, ну, не только я, мы с девочками-блогерами Каждый год Вытягиваем жеребий И дарим подарки тому, кто нам выпал Мы знаем, кому мы дарим Но мы не знаем, кто подарит нам Поэтому я уже знаю, естественно, кому дарю я И у меня-то такая ситуация произошла Но я вам рассказывать не буду Я вам потом расскажу Когда уже свой получу И расскажу, как бы вам такую историю Вот Я покажу, что я подарю Вы можете делать предположение Кому же я дарю Один ребенок Двое детей Потому что мы обменяемся среди мам-блогеров То есть, соответственно У моей девочки, кому я дарю У нее есть или один ребенок, или двое Вот И вы можете предполагать С Украины, с Белоруссии, с России И мне будет интересно почитать Все, мы с Николька возвращаемся И оставайтесь со мной Буду показывать, что я купила И вообще, что я планирую дарить Обещала вам показать, что купила Это, конечно, купила для Софики Кто меня смотрит давно, знает Что я дружу с Дашей Вязовых Она, кстати, перестала уже видео снимать Она сейчас тату Занимается тату Так что, кому надо тату, то вращайтесь У Софики было три годика И знаю, что Софика любит пластилин То есть, лепить Тут нашла такой косковый театр Надеюсь, понравится И дома вам покажу, что купила для Для... Ну, вообще, посмотрите Не скажу, для одного или для двух детей Снимала только что Аутфиты для Инстаграма А ну, повернись, стоп И Ники Надела на Нику свое пальто А ну, Ника, повернись И реально понимаю, что на ней Оно смотрится гораздо лучше, чем на мне Такое оверсайз И начинаю уже смеяться Потому что она снимает с меня На зимнее с меня такую куртку-пальто сняла Эта сняла Обувь сняла Обувь сняла с меня И меховую такую тоже Такую шубку-легкую накидку Тоже с меня сняла И я говорю Может быть, хватит? Потому что, ну, девочки Я скоро голая буду Вот А ну, покрутись На тебе действительно очень классно смотрится То есть, прям На ней очень хорошо Девочки, только что Курьер привезет от Микси Три продукта И я тут уже вижу Один из них Я уже покупала И пробовала Очень классный крем Это Крем Такой спасатель Кстати, написано Насос Он подходит и для деток Вообще совсем маленьких Он тут, видите, с пантенолом Для очень-очень сухой кожи То есть, вы можете использовать его На все зоны Например, где у вас покраснение Шершавое Ну, в общем Знаете, когда зима И лицо требует Дополнительного просто Ухода Вот этот вот крем Просто вот спасатель И не только для лица И для рук Он и для определенных зон Где вот просто Для головы нет Для головы нет Дема говорит И для головы Обратите на него внимание Он действительно очень классный Вот Это уже, получается Ну, первую Я покупала А вот вторая Это подарок Следом Что тут еще Вот этого у меня не было А я Это Ага Это молочко Для снятия макияжа Вот Но я не пробовала Попробую обязательно Или, может быть, вам разыграю Потому что я, в принципе Не снимаю макияж С помощью молочка Я использую Гели Гели для умывания Ну, мне так удобнее Поэтому вполне знаю Что разыграю Последнее Что в подарочке идет Это Сейчас мы глянем Что же это такое Ой Это мне Это крем-гель Для нормальной И обезвоженной кожи 7% Вот это то, что мне сейчас необходимо То есть у меня кожа не обезвоженная Я стараюсь пить больше воды Но В данный момент Осенью Я думаю, что этот крем Будет Самый раз Я сейчас вышла как раз после душа И на него Его сейчас На себя нанесу На днях была На кураж базаре Он был детский Полностью И можно было купить Там все что угодно Но у Денки все есть Поэтому Я просто погуляла И купила ему шапку То есть шапка нам нужна была Вот Шапку мы уже надевали А вот хомут еще нет Сейчас На улице сыра Одену на него хомут И вот такая вот шапочка Черная Но Мы надевали Это хомут Шарфик забирай Вот И Надевали несколько раз И девочки Хочу сказать, что не совсем удобно То есть я вам покажу Вот фирму Если вдруг вы будете Брать Я отдала за весь этот набор 460 гривен Вот название Вот они в инстаграме Шапка не совсем удобная Тем, что Я купила С Внутри с флисом Она очень теплая Прям зимняя-зимняя На самом деле Достаточно Там было без флиса Достаточно было взять без флиса Так как малой Постоянно болеет У него Атиты То я думаю Надо потеплее И как бы Не очень И я взяла Вот с этими Как они там называются С веревочками Тоже не очень удобно В принципе Их можно убрать Или вовнутрь Положить Ну лучше конечно Без веревочек Также были С бубонами И без бубонов Без бубона Тоже было бы лучше Так что если вдруг Будете брать То Я брала без Демки То есть Без примерки То я брала без бубона И без этих зажачек И без флиса Вот В общем Рассказала Сейчас мы с Демкой Едем на стрижку Вот И мне И мне в больницу То есть Мне Демку не с кем оставить Поэтому я его беру С собой в больницу А я же вам не рассказала Я только в инстаграме рассказала Я по дороге сейчас вам расскажу Что же случилось И почему я езжу в больницу Вот так вот смотрится Такой хомут Он реально прикольный И вот шапка Вот я ее надела без веревочек Без веревочек гораздо лучше Привет Привет Да Вот туда надо мочить Вот туда надо мочить Смотри Смотри Да В камеру надо смотреть На руке И вот бубончик И Это лисичка Петя когда увидел Начал смеяться И говорит Такое ощущение Что у лисички из попы взяли этот мех Ну Петя как всегда приколист Дема Дема Смотрите какое у меня автокресло Грязное просто Смотрите дальше вон Тоже все грязное Салон грязный Это просто капец Иметь светлый салон с детьми У меня что Ника И что Дема Демка Дем Ку-ку Кстати химчистка помогает Ну недели на две Потом опять то же самое Дем Ну покажи свою шапочку Ну пожалуйста Ну пожалуйста А шарфик покажешь? Сниматься не любит вообще Малыш Ну все Я тогда ухожу Пока Уходи Уходи Да Ты сам поедешь Да Сам поедешь За рулем Да Сам за рулем Поедешь Да Ну хорошо Обещала вам рассказать Почему я Лежу в больнице На дневном стационаре Мне делают капельницы Такая она Пожаловалась На самом деле Я прокалываюсь Каждые полгода И многие об этом знают Многие нет Вот Но тут просто произошла Такая штука Да Произошла такая штука Я потеряла сознание дома И Это было утро Я Демке варила кашу А он наверху смотрел мультики Вот Ну у нас такая традиция Внутром просыпаются мультики И вот В общем Пока я ему готовлю завтрак Он Он смотрит мультики И тут я поставила компот И кашу Теряю сознание Прихожу в себя От того что у меня болит голова То что я ударилась затылком В пол И слава богу Кашень сгорела Компот не выкипел Так как у нас газ То я просто понимаю Если бы я была дольше Например без сознания То компот мог выкипеть Потушить газ И тогда могла быть беда Поэтому слава богу Что так И ну естественно Я сразу позвонила Маме Мужу Брату Вообще всем Они Мама напугалась Понятное дело Муж сказал Дуй в больницу Вот Приехал брат Отвез меня в больницу И Меня положили Положили В общем Меня капает То есть Сейчас мы с Демкой Утром позавтракали Приехали К эпицентру Я его стригу Если не у себя в салоне Это просто далеко ехать То вот здесь В эпицентре Там есть Симба Демушка не балуйся Зачек Есть Симба И Он в принципе Там с тричь Ему особо нечего Но После того как Папа его побрил У него Отрос ежик И вот тут За ушками Как бы Ну на ушки Ну в общем Хочу чтобы поправили Чтобы было все красиво И мне надо купить клеенку Потому что Стоит только постелить Скатерть На стол обеденный То с моими детьми Скатерть превращается В Ну то есть Я уже некоторые пятна Просто отстирать не могу Поэтому я решила Что Пусть побудет Чуть-чуть с клеенкой Поищу может быть Какую-то нормальную клеенку Ненавижу клеенки На столах обеденных Терпеть не могу Мне это напоминается Вд Меня простите Если у вас клеенка дома Я В принципе У меня сейчас тоже будет клеенка дома Это просто моя такая Как бы Мой пунктик Потому что в детстве Я где-то видно Была в гостях Где-то видела Потому что у меня У мамы всегда были скатерти Вот Поэтому как бы Для меня клеенка Это что-то такое Ну в общем Не очень хорошее Но у меня теперь тоже будет клеенка Или вообще Самый классный Конечно Вариант Когда стеклянный стол Тогда я его просто протер И все Вот Постригли Хоть на парня стал похож Да Малыш А ну повернись Другую Вот так Теперь я пообещала Маквина За то что он пострижется И не будет мыть Вот Мы в этом детском магазине Выбираем Маквина Торговые отношения Кстати Волосы изменились Раньше были мягенькие А теперь После того как папа На лосо постриг Они стали такие Жесткие Жесткие Такие уже Ну все будем ждать Пока будет отрастать Сейчас я завожу Демку с собой В больницу И после дома Вам уже показывают Книги И приехал Курьер И привез Пригласительный От них На 31 число Хэллоуин Хэллоуин пати Вот И здесь В баночке Ну Просто как Сладость Как К пригласительному Здесь вот эти пауки Дема такой Не бойся мама Бери паука Я говорю Бери сам паука Он говорит Нет Говорит Я боюсь А ты не бойся Да Дем Да Ой Еще она паука Да Там еще паук Смотри 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 Он маленький паучок Видишь Видишь Маленький Давай Доставай его А мама Ну доставай Смотри Вот я до него дотраблюсь Видишь Ничего с ним не происходит Давай Он меня не кусает Он не живой Он не настоящий Бери Я боюсь На На Ну трогай Видишь Он пластмассовый Теперь не будешь бояться Нет Не будешь Давай на пол На пол Смотри Положила на пол Видишь Он с паутинкой Так Ух ты Так тут не только сладости Ну-ка 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 Смотри Какие губки Красивые А это Ника любит Такие Блестяшки А еще А еще С ценниками И все что угодно Ну-ка Ну-ка Развивает Детское Воображение Сейчас переверну Вот так Выглядит Вот Это наподобие Плейдо Только не Плейдо Вот так вот Я надеюсь Что понравится Еще Это тесто Для лепки 3 плюс И вот здесь Они разноцветные Монстрики То есть Я подумала Что если вдруг Тут не хватит Пластилина То Это как Бонус Такой Чтобы Можно было Долепить Это так Вдруг Дальше Так вот Подвигиваю Это кстати Никен Диплом Выданный Участником Химических Экспериментов Надо ей отдать Это просто Пакета достала Вот 3-5 лет Счет Вторая ступень Очень прикольная Книга У меня просто У Демки Такая есть Я подумала Что Ребенку Этому Тоже будет Очень интересно Это Развитие Причем Колоссальное Такое Интересное Тут не только Счет Логика Ну в общем Очень Очень Классная Книга Потому что Книжки Бывают разные Бывают Очень таки Легенькие Бывают Более Сложнее Но вот Это вот Мне кажется Такая Классная Что можно С родителями В общем Сидеть И объясняли Чтобы Родители Вот Потому что Есть обычные Такие Книжечки Ребенок Сам сидит Что там Себе Малюет То есть Где все Понятно Ребенку Особо Объяснять Им не надо Вот здесь Как раз Объяснять Надо Вот И мне кажется Что очень Такая Книжечка Может Понравиться Дальше Это тоже Такая Два Три Года В общем Вы В принципе Наверное Уже Поняли Что Ребенок До Пяти Лет И Вы Наверное Поняли Что Один Но Эта Девочка Меня Не смотрит Поэтому Я Восприятие Развитие Мовленя Ну Разговорное Развитие Мышление Математика И Предметы Пространства Вот Очень Тоже Такая Прикольная Мне Она Очень Понравилась У Демки У Демки Такой Нету Но Я Она Просто Была Одна Последняя Вот Я Демки Еще Куплю Я Найду Вот Здесь И Стежки И Картинки И Все Такое Очень Красивое Мне Почему Это Напомнило Как Знаете У нас В детстве Тоже Были Похожие Такие Как Книжки Как Вот Наверное Азбука Потому Что Сейчас Рисуют Как То По другому А мне Вот Нравятся Именно Вот Такие Вот Картинки Как Было У нас В детстве Дальше Дальше Я знаю Что Каждый Ребенок Любит Ну Почти Каждый Я думаю Что Этот Ребенок Не И И И Вот Любит Разрисовывать Расфарбовывать И Клеить Наклейки Наклейки Наверное Любят Все Здесь Все 16 Наклеек То Вот Вот Так Сюда Кошечка Клеится То есть Обычные Стандартные Как в принципе Как вы мамы знаете У всех Так И Дети Они Очень быстро Израсходуют Такие Размалевки Вот Так что Надеюсь Понравится Это одна Такая И вот Вторая Тоже Я взяла Две На всякий случай Тоже 16 Здесь Размалевок Просто Животные Разные Вот Тут тоже Есть Наклеечки Что Ей Надо Если Честно Я Не Знаю Надо Будет Что Подумать Ну Скорее Всего Что Это Что Из Косметики Ну Что Мы Девочки Мы Любим Косметику Вот Поэтому Такое Это Я купила Нашему Демке Яркий Дневник Каждый День Это Открытие Для Детей Четырех Лет Их Родителей Демке Конечно Нет Еще Четырех Лет Но Когда Я Открыла Крутая Книга Прям Вообще Потрясающе Вот Вот Книжечка Дневничок И Здесь Тоже Как Задание Задание Как Сказка То есть Ты Читаешь Ребенку Что Здесь Надо Заполнять И Вот Например Научный Факт Правда Или Нет Погуглите Кашалот Может Пробыть Под водой Почти Два Часа Без Перерыва Тема Дня Оптимизма Тема Беседы То есть С ребенком Надо Говорить О Оптимизме Предисловие Как дела Дорогой Хорошо Но расскажи Что было В школе Или Саду Не Помню И так Каждый День Знакомый Диалог Нам Родителям Бывает Грустно Кажется Что Мы Недостаточно Знаем Своих Детей Упускаем И Спрашиваем И Отвечаем На Бегу Что Они Не Всегда Знают Как Поделиться Переживаниями Что Каждому Ребенку Нужно Индивидуальное Время С Родителями Именно Поэтому Мы С Мужем Придумали Дневник Совместного Заполнения С Детьми Как Это Работает И В общем Тут Описано Давайте Так Сделаем Если Вам Интересно Я Сделаю Отдельное Видео На Канале Жизнь Мама Которая Девушка И Покажу Как Мы Это Делаем И Вообще Что Это Такая Что Это За Книга Вот Здесь Действительно Все Очень Интересно Отыграем Крестики Нолики Тут Есть Рецепт Блинов Я Где-то Видела Семейное Дерево Городская Находилочка Вот Это Кстати У нас Тоже Такая Похожая Такая Похожая Грайз Нарисуй Невыспавшуюся Сову Класс Научный Факт Мне Кстати Очень Нравится Маленькое Облако В хорошую Погоду Весит От 5 До 10 Тон Как Два Слона Представьте Вот Давайте Вам Покажу Что Это Авторский Блог Вот Если Хотите Я Первый Раз Увидела И Стоила Она По-моему 250 Гривен И я Не Пожалела Денег За нее Потому Что Она Такая Большая И Мне Кажется Что На Память Когда Малыш Вырастет Будет Очень Классно Ее Рассматривать Вот Так Все Надеюсь Что Вам Скучно Не Было И Простите Что Он Такой Длинный Люблю Целую Ваша Запорожская Пока Пока